Самолет с мощами преподобного Сергия Радонежского в сопровождении делегации из Троица Сергиевой Лавры приземлился в Читинском аэропорту. Встретить делегацию в аэропорт прибыл губернатор края Александр Осипов, глава администрации города Александр Сапожников и митрополит Читинский Петров Забайкальский Дмитрий. Спасибо Господи, Отче, что исполняя благословение Святейшего Патриарха, Вы взяли на себя такой труд, посетили не только нашу землю, но и нашу Забайкальскую землю, которая, несмотря на отдаленность, все равно земля русская. Преподобный, Отче наш Сергий, моли Бога о нас. Аминь. Святыню доставили в Кафедральный собор Казанской иконы Божьей Матери. Ранним утром 1 июля Духовенство епархии провело праздничную божественную литургию. Его называют хранителем земли русской, поэтому прибытие ковчега носит особый смысл в непростое для России время. Еще при жизни Сергий Радонежский прославился чудесами, которые связаны главным образом с защитой России от враждебных сил. Однако есть свидетельство тому, что молитва святому Сергию исцеляла немощных и наставляла людей на путь истинный. И, как отметил глава региона, который присутствовал на праздничной литургии, это уникальное событие для нашего края и для каждого забайкальца. Более 600 лет Сергий Радонежский является, как церковь говорит, игуменом земли русской, великим преподобным, звездой первой величины на небосклоне святости и благодати. Огромное количество людей получает от него помощь. В самых больших, даже в малых делах, проблемах, болезнях, каких-то нестроениях, горе, ожиданиях и так далее. Это великий заступник и молитвенник и всей нашей земли и всего мира. Отрадно, что очень большое количество людей у нас, причем как простой люд, так и люди, облеченные полномочиями, властью. Это значит, что все-таки в первую очередь мы руководствуемся нравственными ценностями, вечными истинами, ну и, конечно, законами. Поэтому я всем желаю, у кого есть возможность в эти два дня прийти в собор, приложиться к мощам, обратиться со своими просьбами, со своими ожиданиями, проблемами какими-то. И, безусловно, святой поможет. В завершение богослужения митрополит Дмитрий обратился к собравшимся в храме со словами духовного назидания и поздравления, отметив, что для православного Забайкаля посещение такой великой святыни действительно знаменательное событие. День радостный, день блаженный, потому что Сергей Радонежский очень редко бывает у нас, и мы довольны, мы рады, что он у нас здесь. Мы хотим пройтись с ним, чтобы город наш жил, радовался, и все было у нас хорошо и благополучно. Не только город, вся Россия, наверное. Вся Россия, да, жила мирно и священно, чтобы все было хорошо. Вот я помню, Матронушку привозили, а сейчас привезли преподобного Сергея Радонежского. Мы ему веруем и молимся за наших детей, чтобы он им помог в учебе. После литургии и молебна начался большой крестный ход по центру Читы. У памятника святому благоверному князю Александру Невскому колонна остановилась, чтобы помолиться и возложить цветы. Еще один день мощи святого Сергия Радонежского будут находиться в Чите. А дальше путешествие продолжится. В каждом из городов запланированного маршрута, а их 60, ковчег будет находиться по два дня. Вся Россия поклонится своему великому святому. Общая протяженность пути составит около 30 тысяч километров. Галина Миртова, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалья.